22 июня отмечен в российском календаре как День памяти и скорби. Именно с этой даты началась летопись Великой Отечественной войны, самой кровопролитной страницы нашей истории. С того дня прошло уже 80 лет, но память о тяжелых событиях до сих пор жива в сердцах людей. Как в Люберцах отметили скорбный юбилей, расскажет наш корреспондент. Внимание, говорит Москва, сегодня в 4 часа утра. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 1418 дней и ночей продлилась Великая Отечественная война. За это время она унесла жизни более 27 миллионов советских граждан. Если объявить минуту молчания отдельно по каждому погибшему, то весь мир погрузился бы в тишину на 50 лет. Почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений и кто не дожил до Дня Победы. Из года в год 22 июня местом притяжения жителей городского округа Люберцы становится мемориальный комплекс «Вечный огонь». И на этот раз здесь собрались люди, которые знают о Великой Отечественной войне. Не из учебников по истории и не из рассказов очевидцев. Когда началась Великая Отечественная война, мне было полтора года. Естественно, я не помню начало. Но я прекрасно помню День Победы и послевоенные годы. Как мы росли, как трудно нас было воспитывать. Тяжелое детство, трудная юность. Церемонию возложения цветов к подножию памятника воину-освободителю открыл глава Люберец Владимир Ужицкий и председатель Совета ветеранов Юрий Орехов. За ними последовали ветераны, дети войны, а также молодежь и общественный актив округа. Хочется пожелать, чтобы все люди помнили, что война – это не развлечение, это смерть. Это горе людям, это вообще, чтобы его не было. Поэтому просьба людям, чтобы помнили раз навсегда, никогда не должен нацизм процветать.